Видите, ребята, напишите там, не знаю, чатики, плюсики, два плюсика, если видите меня, слышите меня. Так уже должно пойти, уже должно, все видно. Итак, я представляю нашего следующего спикера, Алмаз, все наши, темой применения Nexus на проекте, состоящем из пяти команд и пяти десяти плюс людей. Алмаз, пожалуйста. Да, всем добрый день. Так, ну, наверное, немножко так, подождите-ка, я переключусь на слайд. Да, для тех, кто меня не знает, зовут меня Алмаз Чиначев, в IT-отрасли работаю чуть больше 18 лет, начинал разработчиком, тем лидом тех, директором последние лет восемь проекта менеджмента ушел, последние шесть лет очень активно в agile практике. Вот, так, о чем мы сегодня будем говорить? Расскажу вам опыт, мой опыт работы на одном из проектов в текущей компании, где я работаю. Какие там были проблемы, точнее, к чему мы пришли, какие проблемы были полтора-два года назад, когда начинали, какие прикладные практики мы использовали. Хоть и трансформация нашла через Nexus, про Nexus я мало буду рассказывать. Я думаю, в интернете можно будет много информации про него почитать и расскажу, как именно мы его применяли, что у нас было, как мы преодолевали проблемы. Да, Аня, такая просьба, за 10 минут до начала вопросов предупреди меня, пожалуйста, чтобы я так регулировал, ускоряться или замедляться. Все, хорошо. Так, где мы сейчас? Информация, доклад данный готовился для внутреннего пользования, я многие вещи, которые имеют, как это называется, сенситивность убрал. Ну, данная информация актуальна была полгода назад, и она, в принципе, сейчас актуальна, да. На данный момент очень высокий уровень увлеченности клиента с нами. Сам управление бэклогом очень хорошо поставлено. Понимание вообще команд появилось, что такое скрам. Там сам процесс масштабирования, да, или демасштабирования, кто-то может так сказать, был использован. И вообще очень хороший уровень доверия появился. Да, кстати, у меня тут поразделено. Это то, что относилось к клиенту, это то, что относится к командам. Понимание у команд появилось, что такое скрам вообще. Термин скрам, его события, роли очень часто применялись, но у людей недостаточно было понимания или искривленное понимание. Вот после прохождения этого процесса изменений обучение понимание улучшилось, да. Команды по-настоящему стали такими, на которых можно было положиться, самоорганизующимися. Стали, наконец-то, кросс-компонентами, создали потенциал для трансформации их в так называемый фичер команды. Устранение так называемой колодцы, у команд появилась возможность напрямую работать с клиентом. Межкомандное взаимодействие улучшилось. Да, кстати, мне здесь в начале тексты будут в этом не сильно соскучать, там будут уже картинки и динамика. Здесь просто такие сухие факты. Ретроспективы стали проводиться регулярно и продуктивно. На уровне менеджмента, менеджмент как со стороны клиента, так и на нашей стороне стал больше и лучше доверять командам. Мы с клиентом работаем как с партнерами. Паттерны поведенческие поменялись у менеджмента, да. Появилась так называемая лидершип команда или команда лидеров, которая постоянно делится видением, куда движемся, постоянно выравнивание идет. И ушел страх к вестям, в принципе, с любых направлений, которые могут прийти, посмотреть, дать обратную связь, поучиться. С точки зрения процессов, процессы стали максимально прозрачными. Простые примеры появились. То есть все ивенты к этой цели служат, то это было немножко не так. Принципы все вовремя и не дольше, чем запланировано соблюдаются. Процессы полностью стали адаптивны к решению проблем. Риск менеджмент, план управления коммуникациями встроен как есть. Это вот то, куда мы пришли, где мы начинали. Очень низкий уровень вовлеченности клиентов был. Бэклог вообще был очень хаотичный. Было непонятно, кто что делает. Команды работали каждый над своими так называемыми бэклогами. Очень много было зависимости, очень много требовалось менеджмента. Сами проекты были типа Fixed Price. Желание было использовать скрам, канбан или какие-то скейлинг-подходы без понимания, что это какой цели служит, какую проблему решает. И на самом деле не было никакого доверия как внутри команд, так и с клиентом, так и между менеджментами. Очень много было эскалаций, писем, звонков, угроз. Это по отношению к клиенту. По отношению к командам, каждая команда, как я говорю, работала над каждым бэклогом, над своим. Понятие команда на нашей стороне воспринималось как просто продолжение или, скажем так, расширение их команды. Тут я команду даже взял в кавычки. У всех разные были артефакты, процессы. Каждый очень много было непонимания на этот вопрос, зачем, почему, ответов не было. Не было, скажем так, единого подхода менеджмента, коммуникации, коллаборативной работы. Владельцы продукта со стороны клиента, они были со стороны клиента, очень имели низкую вовлеченность, плохо понимали контекст команд и, более того, не желали этого понимать. Стороны менеджмента, менеджмент ожидал, что команда сами каким-то образом самоорганизуется. Этого не происходило, и следствием этого был очень сильный микроменеджмент, недоверие к ребятам. Команды вообще не были вовлечены в эстимации, им просто спускалось решение, даты, надо было бежать. Прозрачность с клиентом тоже очень была низкой, с точки зрения процессов не было выровненности, все команды по-своему понимали процесс, очень много артефактов в проектах не хватало. Давайте посмотрим, как это все было преодолено, что было сделано. Не все, здесь будет озвучиваться покрыто я, там ряд таких прикладных практик расскажу, возможно и надеюсь, что они будут для вас полезны. Так, в первую очередь начали с обучения команд и клиента, что же есть скрам, нужен ли он вообще, каким целям он служит, поможет ли или нет. Рассказали про роли, про все, про какие артефакты должны быть, какие события должны быть. Окей, провели первый раунд ретроспектив, чтобы понять, насколько понимание после обучения сформировалось у людей, сформировалось ли оно вообще. Как вы здесь видите, вроде на владельца продукта хорошо, здесь в этой ретроспективе такая была большая обширная ретроспектива, где участвовали все команды, это было порядка 40 плюс людей на этот момент. Да, продуктованно отвечает за прозрачности, визибилити бэклога, за упорядочение, должен отвечать и ожидать, что отвечает, в том числе помогает с мотивацией команды через, скажем так, вовлечение их, в том числе в генерацию видения продукта, делиться этим видением продукта на периодической основе. Не так много людей, точнее никто не проголосовал, что все же продукт-оунер должен участвовать в планировании спринта, это как раз были неожиданные вещи. В общем, что от команд мы ожидали, да, здесь, кстати, голоса здесь групповые, не индивидуальные были. Что от команды ожидаем? Что команда будет участвовать в каких-то инвестигациях, в спайках, в имплементации, в тестировании, да, ожидать, что команда будет кросс-функциональной. На тот момент команды не были таковыми, по факту, да. Да и урода были, по факту нет. Там была группа аналитиков, было фронт-эндщиков, было бэк-эндщиков, было QA, каждый за свою часть хотел отвечать. Точнее, они только делали свою часть и не сильно, не сильно желали видеть, что до, что после было. И отдельно примечательно ожидания от скромастеров. Все ожидали, что скромастер это такой тим-координатор, тим-менеджер был. Это тоже было отдельное открытие, что у людей понимание, что роль скромастера было немножко другое, нежели это заложено авторами самого фреймворка. Кто-то даже написал agile проектный менеджер, проголосовал за него. Здесь показана череда трансформаций самих ретроспектив, как она проводилась. Здесь вот простой пример. Кто что писал, кто что хотелось. Наверное, покажу следующий слайд. Вот на одной из очередных сессий ретроспектив, это уже через 3-5 месяцев, вот очень много элементов было подсвечено. Что примечательно, здесь хочу обратить ваше внимание, очень много так называемых экшен-айтемов, да, или призывов к действию, что показывает расфокусировку команды, желание браться за все. В итоге команда мало за что бралась, а то вообще не бралась. Итогами ретроспектив было очень много проблем, которые подсвечивались. Сейчас-то они в сторону скромастеров или в сторону менеджмента подсвечивались, где-то нежелание команд было, да. Постепенным вовлечением команд, постепенным изменением процессов, ретроспективы вот перетекли вот в такое, когда не так много элементов уже подсвечивалось. Команда знала, что у нее такой таймфрейм ограничения по времени 2 недели. За 2 недели надо было какие-то улучшения привнести. При этом максимум 2, да, в лучшем случае 1. И в принципе, как итог ретроспектив, каждая команда уже по себе выбирала какое-то изменение, декомпозировала его, обозначались, кто это будет делать, а сроки все известны были к концу следующего спринта. Бэклоги, элементы улучшения с ретроспектив возвращались в бэклоги, а это бэклоги команд, в спринт-бэклоги, да. Так происходило для изменения ретроспектив. Движемся дальше. Как вообще планирование было изменено? Очень много было вопросов по поводу, там 5 команд работало над одним продуктом. Да, наверное, у кого-то вопрос возник, почему именно Nexus был выбран, а не там Safe или Less, да. Ответ очевидный для меня, наверное, простой для многих. У нас один продукт, один бэклог должен был быть, но из-за того, что команд, так было удобно менеджменту, у каждой команды был свой бэклог, свои подходы, эстимации. Это не всегда помогало такое прогнозирование затащить. Надо было ввести какой-то единый, так называемый эталон, эталон эстимации. Вот здесь на рисунке показано там пару игр, то, что с левой стороны пара участников команд считает количество зерен, предварительно дав какую-то оценку, да. При этом какой-то эталон ввели. Здесь тоже самое, другой участник считает количество плиток на полу, при этом введя какие-то эталоны. Это такая трансформационная игра, после которой уже команда непосредственно самим бэклогом играется и распределяет по весам, что есть один, что есть два, что есть три. И вот продолжение этой игры, вся команда сидит после игры, в начале самого трансформационный тренинг идет, потом уже сама игра пошла, где уже реально существующий бэклог item в состоянии сделано, распределяется между весами. В конце получается такая страница на конфлюенсе, когда каждый участник команды знает, что есть один, что есть два, что есть три. И в принципе у них уже в будущем вопросов не возникает. А почему это пять, почему это восемь, если кто-то из участников говорит тринадцать, он или она могут обоснованно сказать тринадцать, потому что похоже на эти элементы с точки зрения усилия, эфорта, рисков, объема или сложности. Отдельный вопрос очень важный для того, чтобы оценки имели место быть и вообще команда стала более ответственной и понимала, необходимо было практику так называемой definition of ready definition of done затаскивать. Вроде простая практика, все в нем никакой сложности не видят, но очень часто видел и до сих пор наблюдая команды не сильно ему такую значимость придают. По сути это одно из основополагающих элементов скрама, да, когда есть единое понимание, что сделано. Первоначально она вот таким образом выглядела, вроде все описано, вроде все понятно, но этого было все равно недостаточно. Разработчики продолжали оценивать свою часть, более того, фронты только в свою, фронт часть, бэк свою, QA свою и плохо понимали, кто что делает. Немножко трансформировали наш definition of done, привели вот к такому виду, да. Здесь таблица показана, где слева показаны колонки в Jira, следующее это показано статус вообще задачи с точки зрения ценности, да. То есть все, что находится в разработке или там в ожидании чего-то, или в тестировании, все это в процессе, да. И в каком ивенте происходит то или иное действие, и что происходит в каждом элементе, так детально было прописано. Прописано было самой командой для себя, принадлежит полностью команде, команда могла менять, убирать, дополнять. После того, как прописали, в том числе и владелец продукта, стал понимать, почему это занимает так долго, да. С его точки зрения это занимает, должно было бы занять 5-7 минут. Ну вот, посмотрев, он понимает, что все же это не 5-7 минут, а дольше разработчику надо ознакомиться с задачей, описать код, протестировать, пройти процесс код-ревью, замерзить его, где-то сборку сделать, задеплоить, какие-то ноутсы еще предоставить, да. И это не 5-минутная работа. Здесь не только разработчик вовлечен, и QA здесь показано, кто вовлекается в этом этапе. Дальше показан слайд, как он продолжение имеет. Другим моментом, другим челленджем, который поначалу, как многим казалось, мешал, потом он помог. Мы в этот definition of done, если вот в первоначально вернуться, не было такого элемента, как наличие сделанного элемента на продакшене. Мы намеренно добавили в наш definition of done элемент, что задача считается сделана, вот она колонки done, если она на продакшене, что она задеплоена. То есть в итоге вся работа независима, она находится в QA, находится в development, находится там в код-ревью или где-то задеплоена на стейджинге, считается незавершенной. Это очень стало менять подход, вообще майндсет, ребят. Все максимальные усилия прилагали, чтобы задача дошла до продакшена, потому что, да, надо еще понимать контекст до трансформации. Почему клиент вообще хотел трансформацию? Во-первых, кто-то ему сказал, что это поможет. Но объективная причина была, что команда там от трех до пяти месяцев занимались имплементацией, от месяца до двух занимались так называемой стабилизацией. И в среднем от пяти до девяти месяцев занимал процесс получения какой-то функции, какого-то функционала на продакшене. То есть так называемый lead time был очень большой. Для некоторых задач занимало больше года. Клиент это очень сильно не устраивал, потому что клиент клиента часто жаловался на платформу этой, да, если немножко контекст дать, это и коммерс платформа, где продаются продукции клиента данного. Клиент хотел двухнедельные релизы. Вот после ввода вот этого элемента на продакшене очень много практик поменялось. То есть практика TDD, про которую Ваня до этого рассказывал, тоже непросто пошла. Там очень большая кодовая база была. Очень много end-to-end UI-ных тестов было автоматизировано. На это потребовалось там порядка больше, не 4, а 3 месяца. То есть с момента ввода этого элемента мы 3 месяца не могли ничего не релизить. То есть там формально двухнедельные спринты запускали, но на прод ничего не получали, потому что у нас цикл первоначальный был другой. Только через 3 месяца удалось перестроить релизы. Через 3 месяца как раз удалось выкатывать релизы, да. То есть по сути это не только там привнесение каких-то прикладных инженерных практик, но и изменения вообще в целом подхода, мышления у ребят, да, что все, что не завершено, все, что не проде, является незавершенкой. Это стали понимать разработчики, это стали понимать QA, это стали понимать EBA. И для всех было важно. И все спрашивали, что можем сделать, чтобы это появилось на проде. Как они могут помочь? Что можно упростить, убрать, сделать по-другому? И это прям у всех было бы в речи заметно. Такая маленькая, не то чтобы хитрость была, намеренное добавление пункта. Не все команды так делают, это даже не обязательно было. То есть по скраму в конце спринта так называемый инкремент должен быть в состоянии релиза, был, да, быть готовым к релизу. Но не обязательно должен быть релизиться. Мы пошли на более радикальное, мы сделали, что сделанным считается за релизом. То есть у нас до сих пор есть элементы, бэклоги, которые в принципе с точки зрения разработчиков QA все это завершено, но в релиз не попало по разным причинам. Какие-то настройки в продакшене не успели сделать. И с учетом этого он остается незавершенным. Так, движусь дальше. Аня, там по времени все хорошо, да, наверное? По времени все хорошо, как и договорились. Я тебе предупрежу. Здесь приведен первоначальный флоф джера, который был в момент начала сотрудничества, точнее не сотрудничества, а в момент начала трансформации. Вроде простой, вроде очевидный. На что хочу обратить внимание, здесь такой более водопадный подход. Для менеджмента, как стороны клиента, так и на нас, это очень понятный процесс, все под контролем. Поразало много моментов, да, много кейсов было не учтено. Потом он превратился вот в такой, более сложный стал, еще больше непонятности, да. Ну, примечательно появились элементы, что в это состояние можно было перейти из любого. Да, это такие мы пилотно запускали несколько кейсов, чтобы показать, что команде можно доверять. Команда довольно зрелая. Оно не будет делать ничего такого трешового. Но в итоге мы пришли вот к такому флоу, что в любой состоянии можно было перейти из любого состояния, да. То есть команды знали, что им полностью доверяют. Флоу отпустили. Ну, для многих менеджеров, особенно таких ватерфольных или адептов Тейлора, да, это вообще кажется таким кошмаром, да. Но я верю, что для по-настоящему agile команд, для зрелых команд, вот такой подход самый правильный, самый рабочий, да. Не все согласятся, конечно. То есть если вы пытаетесь контролировать команду, вы тем самым убиваете ее самоорганизацию. Вы не доверяете ей, считаете, что она незрелая. В этом отношении, в принципе, как бы моменты были, да, когда кто-то ошибочно на другие статусы переводил, но это разруливалось на дейликах, когда команда проводила, сразу это видел. Сам автор этой ошибки исправлял. В принципе, ничего страшного не происходило. Вот. Так, движемся дальше. С точки зрения календарей, как вообще трансформация была? Это в каком-то из состояния. Мы первоначальные календари, к сожалению, не заскриншотили, поэтому здесь вот календари, которые мы уже стали трекать в конфлюенсе. Здесь показаны три команды. Из пяти команд одна команда на стороне клиента была. Первоначально начали показывать свои, да. Здесь примечательно пересечение. Вот в понедельник, например, два планирования пересекалось, двух разных команд. Не было возможности участник одной команды сходить в другую. У кого-то все события были, у кого-то какие-то события не было. Постепенно стали переходить вот в таком формате. Здесь, наверное, не такой интересный слайд, а вот это, наверное, более интересный. Наверное, вот на таком большом покажу. Да, вот в зуме показывается. Здесь, да, немножко вернусь в предыдущий слайд. Хоть и все команды работали над одним продуктом, у каждой команды свой обзор Sprintable. Каждый показывал свою часть, да, и команды все работали над своей частью продукта. Команды полностью такие компонент-бейст были, только могли делать свою, и более того, только хотели свою делать. Потому что это удобно, это просто, это быстро, да. Это в краткосрочке хорошо, в точке вине долгосрочки это порождало проблемы. Если у какой-то команды там КПС эти проседало, да, кто-то заболевал или уходили в отпуска, какой-то эксперт выпадал, замедлялась работа. Если какой-то команде, другой команде нужна была помощь, от других это было невозможно получить, потому что другие команды были не экспертами в этой области. Это тоже другого рода проблемы создавали. Куча зависимостей было, да, что там каждая команда отвечала за свой сегмент, и при этом команда отвечает за второй сегмент, ждет работ с первого. Следовательно, третья команда ждет от второго и от первого. Подход вполне окей с точки зрения утилизации ресурсов рабочей, с точки зрения занять всех работой хорошие, но с точки зрения поставки ценностей неоптимальна, да, а то ее очень вообще контрпродуктивны. Решили поменять этот подход, поменяли многие вещи, даже рассадку ребят поменяли, да, если вот первоначальная команда сидели так, фронтенчики отдельно, бэкенчики отдельно, кюэй отдельно, бэй отдельно просадили по команду, да, вот именно собрали их, коллоцировали бэк, фронт, кюэй, бэй, вот в одном углу, плюс использовали технику бойскаутинга, когда кто-то один из команды приходил во второй, обучал, сам обучался и постепенно стали переходить в кросс-функциональность, где-то некоторые команды стали даже фичер-командами, когда могли брать фичу, end-to-end имплементить. Этому в том числе послужило вот именно делать календари не пересекающимися, когда люди могли бы ходить на планирование других команд, участвовать в рефаймент сессиях, участвовать в планировании. Это вот уже конечный календарь, к которому мы пришли, да, здесь показано время всех наших участников. У нас ребята были, начиная с Индии, заканчивая Америке, чтобы всем было удобно посмотреть, у кого во сколько начинается. Вот как вы видите, иногда на сессии планирования клиент приходил рано утром, иногда и в 7 утра для себя, да. Кроме этого, я бы еще сказал, что отдельные синкапы для скромастеров были, отдельные синкапы, ну, называется техлиц, но приходили тогда технори, там, где-то обучались, где-то делились какими-то вещами, да. Обзор спринта стал общий по Nexus, да, раз уж у нас один продукт, у нас должны видеть все. Ребята только начали ходить на общий обзор, поначалу было сопротивление, зачем мы ходим, зачем мы смотрим, что делать другие, потом стали изучать продукт, стали понимать его лучше, захотелось поучаствовать в активностях других, из-за нехватки знаний стали ходить в другие команды, обучаться. Шифты мы стали между спринтами практиковать, когда человек за два спринта знает, что через два спринта он попадет в другую команду, немножко увлекается в их контекст, планирование уже ходит. Дейлики ходят, да, дейлики здесь наверху показаны, они остались, вот они. То есть трансформация в том числе и календаре произошла. Так, здесь слайд показан о том, да, было отдельные моменты сопротивления, когда не только там продукт-онор, но и команды жаловали, что очень много времени уходит на митинги, да, на скрам-митинги, это тоже миф, что их очень много. Просто почитали и показали статистику. В каждом спринте, спринты у нас были двухнедельные, 80 часов всего времени, да. Здесь посчитано, сколько времени уходит на все ивенты от и до. И, как очевидность, было показано, не больше 13% уходит на все ивенты, координационные ивенты от каждого человека, что, в принципе, не так много, но при этом приносит очень много такой выровненности, прозрачности, понимания. Здесь пока, ну, здесь я закрыл имена клиентов, которым надо было ходить в события, да. Отдельный момент. Первоначально у нас было 4 продукт-онора, потому что у каждой команды же свой бэклог был. Своя часть по факту это, на самом деле, еще больше проблем создавал. Мы в итоге пришли к одному продукт-онору, остальные бы помогали ему. Вот. Дальше, да, здесь показана агенда нашего обзора, спринта, как она проходила для наших коллег в Индии, для ребят, кто в Москве, кто в Минске, для ребят, кто в Штатах. Один из примеров, да, не обязательно в таком порядке. В самом начале владельцы продукта делятся любыми фидбэками обратной связи, которые у них есть на текущий момент, о продукте, да, за предыдущие релизы или вообще что есть, 10 минут на это уделяется, потом у каждой команды 10 минут показать самые важные фичи, которые они считают важными, да. В среднем каждый спринт команда там от 2 до 5 таких фич имплементила. 10 минут показывают совмещенную сессию вопросов и ответов, 15 минут на каждую команду показали. В конце остается 10-15 минут на то, чтобы все вместе посмотреть видение продукта, рудмэп посмотреть, куда мы движемся, еще раз выровняться. Это происходило каждый спринт. На все уходило полтора часа. Здесь приведен скриншот, да, митинги все проводились в MS Teams, показаны вот они полутора часовые сессии, вот всегда таймбокс, принцип соблюдается, количество участников до 50 людей. Скриншот одного из таких обзоров, кто демонстрирует, обязательно включает камеры, или кто говорит, обязательно включает камеры, остальным опционально. Вот показано, сколько участников. До 50 участников доходит, да. Здесь скрыл там сенситивную информацию. Алмаз, у нас 10 минут до сессии вопросов и ответов. Хорошо, хорошо, я уже завершаюсь. Там было еще вначале сказано, что бэклог менеджмент поменялся. Расскажу, как он вообще поменялся. Здесь приведен бэклог, какой он был. Такой большой, трекался в конфлюенсе. Вот здесь справа приведен скриншот всей этой страницы. Какой он длинный был, такая простыня или портянка, да. Жутко никому не нравилось. Наверное, нравилось бизнес-аналитикам, которые их описывали, может, им тоже не нравилось. Было принято решение перейти к так называемому концепту юзер-старей. Все понимали, что есть большой риск выпасть из контекста, что-то потерять, но все согласились. Там единственным условием, что интенсивность будет, интенсивность коммуникации очень будет высока, да. Product Owner, в самом начале, как говорил, они были оторваны от команды. Мы договорились, что вот то самое время, когда мы там от 4 вечера до 7 вечера пересекаемся, они будут доступны для нас. Следовательно, они очищали полностью весь календарь от всех своих рабочих митингов, чтобы с нами коммуницировать. Пришли вот к такому простому формату. Пользовательская история, acceptance критерий, которые это делает Product Owner, это команда выкатывает. Все остальное, то есть, отдается на откуп команде. Максимально тут убрал, чтобы сенситивность не раскрыли. Отдельно договорились насчет коммуникации. Сначала трансформации очень много было так называемых эскалаций, жалоб с двух сторон, да. И там каждый день по 100 писем, ну, 100 писем, наверное, я немножко преувеличил, ну, порядка 50 точно было. Приходилось читать всем участникам, да, в своем контексте. Часто в одном письме могли 10, 15, 30 проблем указывать решение одной. То есть, если мы указываем там 15 проблем, надо одно на две отвечать, все остальное забывалось. Решили полностью отказаться от этого подхода, перейти к обсуждению, к контекстному обсуждению. То есть, любое действие, любое изменение, требующее изменения по отношению к продукту, трекать в одном месте, да. Не в e-mail, не в документах, только в jira. Обсуждение вести jira issues, так называемых. Если какие-то вопросы есть в комментах, уточнять конкретному элементу в контексте каком-то. E-mail использовать как элемент эскалации на очень редкий случай. После этой договоренности перехода к этому за полтора года, если я не ошибаюсь, всего лишь было 30-35 писем. Ну, 50 максимум было, это уже за все полтора года. Если говорить в начале, каждый день по 50 писем было. На случай, если, то есть, и договорились, что если письмо прилетает, это какое-то очень срочное вещь, на которое обратить внимание, да, это очень важно. И четвертый элемент, такой как архиважный, если что-то произошло, уже звонки делать по телефону или по смс. Тогда продукт-онер понимал, что совсем что-то плохое. Такое было один раз всего лишь, на 4 июля, точнее, до 4 июля наш продукт-онер взял отпуск, забыл нам сказать, и мы его потеряли. И там вынуждены были позвонить. Он сказал, я на выходном, извините, чтобы, ребята, не предупредил. Ну, потом вопрос был решен. Бэклог. Был момент, когда бэклог был непрозрачен, непонятен. Ни менеджмент на стороне клиента, ни менеджменту на нашей стороне, ни командам, да. Вы использовали, в принципе, один из стандартных продуктов Atlassian, да, так называемый новый тип проектов, new gen projects, да, где бэклоги разного уровня, так называемые бэклог-айтомы, темы, инициативы или эпики, при этом таймлайн обозначили, что старе, это то, что надо завершить в течение спринта. Эпики, то, что надо сделать в течение от месяца до квартала. Инициатива, то, что сделать надо в течение квартала, максимум года. Тема-то что-то большое, да. На основе этого очень много работы было на стороне клиента проделано, воркшопы, где они сели, стали обсуждать, там, видение продукта, стратегии продукта, дорожные карты. Здесь показана иерархия. Здесь были скриншоты реального, я немножко убрал. Покажу только один скрин, здесь и то я закрыл. После того, как эти работы проделаны и показаны эпики, можно даже вот таким образом эпики трекать в виде, там, подобие гранд-чартов, когда там каждый квартал, продукт-онор и представитель из каждой команды участвует в так называемом релизном планировании, где они подсвечивают дату, да, какой эпик они когда хотят сделать. Вот сегодня, предположим, начался квартал, уже следующий квартал начинает планироваться, продукт-онор обозначает. Я вот думаю, этот эпик, наверное, вот столько займет такой-то датей. Команда пошла ее декомпозировать, потом возвращается, говорит, либо делаем побыстрее, либо подольше. И продукт-онор принимал решение, что сделать к этой дате. Возможно, разбить на два эпика, а может просто там дату отложить. Так и наш клиент управлял ожиданием своих клиентов. И это позволило на всех уровнях привнести прозрачность. На уровне эпиков это видеть ожидание продукт-оноров, на уровне инициатив и тем, видеть ожидание силы людей и владельцев компании. На уровне старей уже ожидание команды в виде там предоставленных эстимейтов. Так, здесь на слайде показан один. Это просто я скрин с письма взял. Это циркулярка, который был между скромастерами. Мы так бэклок поначалу в Вильхе в e-mail, где писали, что надо сделать. Здесь приведен пример по отношению к деликам. Первое item. Делики не проводятся вокруг цели спринта. Здесь уже обозначено данность, завершили. То есть ввели концепт цели спринта, обучили команды, донесли во все стороны, в том числе до продакт-онора, подсвечивать про эту цель спринта на деликах каждый день. То есть каждый участник команды понимал, что он работу делает для того, чтобы достичь эту цель спринта и понимали, что если какая-то активность не помогает, она может и не важна и перестает это делать. Любую активность трекали в спринт-бэклоге. Если какого-то элемента в спринт-бэклоге не было, либо ее не надо было делать, либо ее надо было добавлять. Отдельный вопрос был, так как у нас клиент был англоговорящий делик, мы начали делать на английском для ряда команд сделали, для ряда прогрессий было. Это тоже на самом деле увеличило, вначале казалось, что это сопротивление, но в будущем увеличило мотивацию ребят. Многие жаловали, что специально приходили на проекты, где есть англоговорящий клиент, а при этом у них доступа не было. Тут приходилось каждый день с ним или с ней взаимодействовать. В том числе по респективам. Просто приведен один из частных случаев, как вообще обязательно наличие бэклога у самих скраммайстеров, их трекинга и прогресс по нему. Так, и, наверное, я почти подошел к концу. Я, наверное, уже немножко ответил, еще раз отвечу, почему Nexus был применен. Очень простой скейлинг фреймворк, похожий на скрамм, созданный был одним из соавторов скрамм фреймворка, Кеном Швабером и скрам.дот.орг институтом. Отличием от обычного скрама это появляется дополнительно, да, давайте начну с схожего. Единый бэклог как в одной команде, так и во многих мультикомандах он есть. Даличие спринтов планирования, как он был в командах, так и остается, как и ретроспектив. Дейлики остаются у всех команд. Отличия. Появляется дополнительный элемент, так называемый, его мы называем Nexus планированием. Перед сессиями планирования мы проводили такую сессию планирования, где представители команд приходили с продуктованером и обсуждали, что он хочет следующий спринт. Такие высокоуровневые эпики подсвечивались. С этими вводными представители команд уходили в команды и проводили уже планирование спринтов. Владелец продукта мог в одну из команд прийти, мог прийти во все там по очереди, да, как получится. Выходом получался таковой Nexus Sprint Backlog, общий бэклог на все пять команд. Кроме проведения дейликов, у всех команд предшествовал ему так называемый Nexus Daily Scrum, куда опять же представители команд, каждый команд приходили, где подсвечивались зависимости, кто кого блокирует, чтобы с этой вводной люди могли зайти в свои команды, подсветить. Вот команда А заблокирована командой Б, то есть мы, команда А, блокируем, например, команду Б, надо им помочь. Кто-то приходил, помогал или бэклог какой-то тянули. Это ежедневно такая синхронизация происходила и разблокирование зависимости. Общий обзор Sprint, если в обычном Scrum у каждой команды есть здесь единый проводится, как это мы делали, общий инкремент, так как у нас один продукт был. Кроме самой ретроспектив в каждой командах, преретро и постретро проводилось, где подсвечивались какие-то вещи важные, которые надо обсудить в каждой команде, если они есть. На выходе какие-то экшен-итем, которые каждая команда решила, как она может помочь. И кроме этого появляется так называемая integration, next integration team. Я бы сказал, что она у нас полностью не состоялась, но я ее больше использовал элементы, туда всех менеджеров закинул, говорю, вот вы integration, next integration team, вы уже accountable, не мешайте командам, это помогало. Этот элемент я больше использовал как немножко, не то чтобы оградить, немножко позволить командам вариться, нежели быть под давлением микроменеджмента. Со временем эта команда стала такой полноценной аккаунтовой командой, где там был delivery manager, архитектор, product owner, scrum-мастера и ряд ребят, которые обладали какой-то уникальной экспертизой. Основная задача этой роли была, чтобы вот этот инкремент создавался, появлялся. Необходимость в его функционировании, как, скажем так, операционная команда, там, за год один или два раза всего лишь была. Я, наверное, все закончил, как я и говорил. У нас как раз, опа, звонит мой таймер, как раз говорит о том, что время вышло, и это очень здорово. Я не собирался про Nexus рассказывать, как я, ребята, говорил, я именно рассказывал прикладные практики, которые можно, и мы применяли, да, чтобы прийти вот к конечной цели вот к этому. Да, Аня, извини, что я тебя прерывал. Все нормально. У нас достаточно много вопросов. Спасибо, аудитории, за активность. Один вопрос от Александра. Я надеюсь, он не против, и мы перенесем его в панельную дискуссию, которая будет завтра, потому что это вопрос достаточно такой для рассуждения. А вот вопрос от нашего слушателя Натальи. В вашем примере список проверяемых критериев. Программист придумывает сам или ему выдает acceptance критерии? Окей. Ну, смотрите, если полноценно использовать весь концепт юзер-старей, там так называемый 3C должно быть, да. Первая C — это карта. В нашем случае product owner выкатывает свои ожидания. Потом команда это забирает, начинает обсуждать, задает вопросы, и потом начинает как фидбэк давать вот эти AC-шки. Это сигнал product owner, что вот мы ее так поняли. Ее начинали заполнять наши BA, потом подключались и разработчики QA, и все вместе. То есть у нас в каждой команде, под каждой старей, так называемый сформинг подход был, когда там 3-4 представителя участвовали в рефайменте каждого бэклока, там front, back, QA и BA. Их задача была выкатить этот AC, а product owner прибегался, говорил, да, ребята, все правильно поняли, этот acceptance критерий, он как раз позволяет достичь тех целей, которые я поставил. По сути, участвовали все. Я надеюсь, я ответил на вопрос. Если нет, можете еще раз написать. Спасибо большое. Следующий вопрос. Применялись ли какие-либо модели по внедрению изменений? Коттер, Девис, Рост и так далее. Я извиняюсь, я неправильно это прочла. Да, ну, большинство джерлистов знает модель Коттера, да, она применяется, как бы, я бы даже немножко так рассказал. Зачем эта трансформация нужна была? Клиента не устраивало тот самый длинный релизный цикл, и он, по сути, сам создал насущую необходимость. Там, по сути, вопрос контракта стоял. Он уже собирался уходить, если это не будет изменено. Но ребята про это не сильно знали, только менеджмент знал, а не заходило. Вовлекли ребят, донесли до них важность, необходимость, срочность этой задачи. Это, по сути, помогло, скажем так, вовлечь всех. Ну, по Коттеру мы изменения затаскивали. Спасибо. Следующий вопрос. В скраме немало времени тратится на дейли стендап. Можно ли как-то оптимизировать этот момент с целью экономии времени? Если у вас тратится не больше 15, это немного. Если у вас тратится больше, чем 15, там бывает полчаса, час. Надо смотреть, почему. Часто это бывает из-за того, что у вас пленнинг сессии толком нет, или у вас ретроспектив нет. Ревью – это такой митинг, солянка всего. Там и планирование производится, там и демонстрация, там и решение проблем. Вот поэтому у вас, скорее всего, может, и недели проводится, а у вас такой митинг тщеславия, да, вашего пьема или вашего руководителя. Я, опять, допускаю, я не делаю, скажем так, 100% утверждений. Надо смотреть и копать. Почему? Если у вас до 15 минут, то… Да, хороший дейли до 15 минут, да, в своем понимании. Да, этого достаточно. Часто бывает, за 2 минуты проводят, там тоже надо посмотреть, почему. Может, там и недели, а просто там. Даже, да, мы даже трансформацию проведения дейликов делали. Изначально дейли проводилась, так называемый скроммастер приходил, команда вживую полукруг выстраивалась, ему докладывала. Поменяли именно порядок построения команд. Всех в круг. Я вот, например, давайте в круг встанем. Показать, что все равны на дейлике, да, нету там ни темлида, нету там начальника, подчиненного. Это первое. Немножко антипаттерн ввел такой, как таймер. Это на самом деле таймер, когда каждого ограничиваешь. Это тоже антипаттерн или микрофон вводишь или маркер. Поначалу это как через антипаттерн мы затаскивали. Говорит только тот, у кого маркер, у кого сколько времени достаточно. Чуть позже мы стали отходить от этой практики. Говорю, ребят, это на самом деле плохо. Это незрелые команды так делают, потому что они не могут себя управлять, поэтому им нужно внешнее воздействие. Чуть позже поменяли практики, когда мы уже обсуждали не вокруг людей, а вокруг бэклога. У нас упорядоченный бэклог был сверху, вниз шли по порядку важности. Если это некоторый человек, если он участвует в двух-трех задачах, там QA участвует на уровне рефаймента или на уровне тестирования, или на уровне уже финализации, он мог три раза проговорить. Хорошо, спасибо большое. Следующий вопрос. Встречались ли вы с людьми, которые не могли адаптироваться к аджайлу в силу своих личностных характеристик или профессий в стиле работы? Как ингейджить людей, не относиться к процессу формально? Вопрос интересный. Я сделаю вид, что у нас одинаковое понимание аджайла. Во-первых, я не уточняю, что вы в него вкладываете. Поэтому я допускаю, что у нас, возможно, одинаковое. Это раз. Во-вторых, наверное, автор вопроса бы задал вопрос, а какой уровень вы ожидаете? Тут коучинг-вопросы подошли бы. Плюс люди по-разному не ингейджатся. Это вопрос даже не к аджайлу, а в целом. Часто мы, не желая вовлекать людей в работу по разным причинам, думая, что они незрелые или думая, что им не надо об этом знать, мы подводим их к тому, что они не вовлечены, не мотивированы. Когда человек не знает, зачем он эту задачу делает, какую проблему решает, он ее будет делать просто механически. Приходить в 9 на работу, уходить в 6, все. До и после хоть трава не расти. Только человек понимает настоящие проблемы. Вот, к примеру, у нас прозрачность настолько высокая была, что клиент делился фидбэками своих клиентов с нами, да. Говорил, вот на эту фичу жалуются. И мы смотрели, почему жалуются. Медленно работает, плохо работает. Там были такие фидбэки. Убейте своих инженеров, продукт у вас классный, но платформа, извините за мой французский, какашка, да. И мы такие, отлично. Вышли на этого клиента, поговорили, узнали, он рассказал, что его не устраивало. Причем это не конкретный выделенный человек, это любой участник команды мог пойти это интервью сделать. Это помогло людям вовлечься. И люди, когда стали видеть вот на уровне любого бэклока, пусть это старая эпик, инициатива или тема, он понимал, что вот его маленький болтик, он позволяет вон там в далеком будущем достичь вот большой, великой цели. То есть наличие вот этих больших замыслов, видения, которым делятся. Причем делиться надо постоянно с новой. Как я там показывал, рассказывал на обзоре спринта, каждую итерацию продуктованно рассказывал и делился, да. Это позволяло, во-первых, всех держать в тонусе. И возвращаясь к вопросу, я, может, и не ответил на вопрос, надо коучить, узнавать, почему человеку не хочется, мотив узнавать, наверное, вот как-то так. Ну, нет, единственное, правильное ответо. И про вэлью, да. То есть он должен понимать, какую вэлью он несет для данного продукта. Да, да, да. Так, хорошо, спасибо большое. Следующий вопрос. Почему вы решили избегать телефонных звонков? Ну, я так понимаю, это про правила, которые вы вот прописывали в том числе, что никаких e-mail и вот про звонки в том числе. Нет, звонки, онлайн-звонки были. Имелось в виду, если мы на телефон могли позвонить, это что-то очень срочно, архиважное, что-то не требует e-mail, да. А онлайн-звонки, они на постоянной основе были. Вот с 4 вечера до 7 вечера, в принципе, любой разработчик мог поднять трубку условно и позвонить продукт-оунору, если он свободен, да. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Как все-таки пришли к кросс-функциональной команде? Имеется в виду, когда каждый тиммейт может делать любую таску, будь то тестинг или девелопмент? Обучение, вовлечение всех участников в рефайменты, вовлечение их в генерацию, в том числе роудмэпов. Там я говорил, что вот здесь у меня скрин все еще шарится, вот в Nexus планирование приходит представитель, причем поначалу ходили туда только скроммастера. Через месяц говорю, ребята, вы в узкие места, надо вот убирать, давайте вовлекать других. Стали вы участник добровольцев брать, вдвоем ходить, а потом, говорю, скроммастера уже опциональны, но участник команды, мандаторы, только сами решайте, кто хочет. И в принципе, как это, вовлечение добровольцев, да, вообще, если немножко вернуться в предыдущий вопрос, agile практики работают, применяются только с добровольцами. Если заставлять людей, вы ничего не сможете, да. И отрешен высокий при трансформации, это тоже надо ожидать. Как сделали кросс-функциональными, объяснили важность этого, ввели definition of done, позволили его создать самим командам, чтобы они понимали, да, что они не отвечают за каждый, за свой фронт работы, вот они отвечают end-to-end. И вот, вот этого элемента, что задача считается завершенной, если она на проде, это тоже подтолкнуло, да. Ну и плюс рассадка, ребята, то есть про простые вещи говорить. Рассадка, что ты имеешь в виду? У нас ребята сидели, каждый в своей комнате, фронтенчики у себя в комнате, хоть и в одном коридоре, да, прямо вот в комнату, в один угол собрали. Чтобы они видели друг друга, чтобы они не в мессенджерах переписывались, тем более не в звонках, а могли просто голосом, там, Вася, Алмаз, Аня. Я поняла. Ну, это вот вопрос, может быть, следующий, немножко как раз близок к этому. У нас осталась буквально одна минута, поэтому я зачитаю этот вопрос, у которого есть лайк, а на остальные вопросы я попрошу тебя, Алмаз, ответить в чате ребятам. Так, следующий вопрос. Если в команде всем стесняшки, которые не хотят включать камеру во время дейли, ретро и так далее, нужно ли настаивать на том, чтобы все общение было все-таки face-to-face? Влияет ли это как-то на команды образования? Влияет. Настаивать не обязательно надо. Вначале начинайте с своего примера, да, lead by example. Если вы сами камеры не включаете, а просите от других, ну, мало полезно. Надо объяснить ребятам, почему включать камеру важно, да. Это, во-первых, интенсивность коммуникации, когда вы человека не видите, видите, очень важно. Плюс проявлять уважение, да, и проговорить вообще вот это про ценность уважения, что это там ребята прям прописывали. Уважение это в том числе включать камеру, иметь смелость включить камеру и говорить собеседнику вот открыто, да. И это не сразу приходит со временем, когда кто-то, кто не ожидал, что включит, включали, да. Ну, и плюс в первую очередь удостовериться, что у человека камера есть. Там были у нас моменты, когда человека мы просим, он не включал, и он стеснялся сказать, что у него камера нет. Сказала, мы через саппорт сказали, и у него появилась камера. Здорово. Спасибо большое. У нас, к сожалению, время Алмаз вышло. Пожалуйста, зайди в чат, ответь вопросы на наших участников. Это может быть чат, собственно, нашей конференции, либо отдельное общение там в Телеграм-канале, как удобно. Но предлагаю, чтобы здесь все видели, все-таки в чате ответить. Алмаз, большое спасибо за твое время, за твое выступление. Я напомню, что Алмаз у нас спикер из Беларуси, который является также активным участником Agile Belarus Community. Спасибо большое, Алмаз, за твое время. Надеемся. Спасибо за внимание. Пока-пока. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.